здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию стример который очень выручил кстати был изготовлен на рыбалке на скорую руку но очень результативно ловил щуку в домашних условиях я конечно его немножко оккультурю но основную модель оставлю ту же я закрепил он будет идти у нас не за цепляйкой жалом вверх глазки закрепил традиционно и закрепил как вы видите у меня имеется вот такая проволока это вольфрам отожженный и как только клей здесь подхватиться кончик я буду по спирали наматывать тело как закончу продолжим дальше вот я намотал как видно вольфрама в эту проволоку теперь намазал ее клеем и промотаем хорошо теперь так чтобы она у нас была закрыта уплотним сзади так будет немножко достаточно и теперь для изготовления тела я буду использовать остатки которые вот у меня есть искусственного меха для этого я взял есть у меня немножко вот красного искусственного белого желтого и мы по порядочку теперь сформируем с вами длинный хороший хвостик берем по порядку как вам заблагорассудится я сперва креплю красный а потом наращиваю другие цвета почему я беру этот мех потому что ловили мы в заводях и глубина небольшая поэтому а забрасывать просили спиннингисты так чтобы можно было достаточно забросить далеко поэтому если окружать свинцом у нас выйдет не совсем красивое тело поэтому вольфрам сам по себе даст достаточно веса который нам необходим закрепили красный и теперь по порядку я закреплю белый так 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 Продолжение следует... Добавим немножко клея. Крепим белый. Немного желтого. Продолжение следует... Если по каким-либо причинам у вас нет такого материала, можно использовать любой другой искусственный мех, который позволит вам вот использовать такую длину. Закрепили. И, я думаю, будет этого достаточно. Немножко причешем. Вот так достаточно. Промажем клеем и теперь окончательно прихватим весь наш материал. Для привлечения я подготовил немножечко вот такого люрекса, который изготавливаю сам. Он достаточно жесткий и в то же время не позволяет мне, чтобы он крутился с моим материалом. Крепим его здесь. Вот так. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok И теперь Для того, чтобы Нам дальше изготавливать наш Стример, нам понадобится Ровно Парочка перьев Может быть два, может быть три Но сейчас посмотрим Скорее всего, что может быть даже два штучки Их вполне будет достаточно Я подготовил вот такие Перья гризли Значит, я их буду устанавливать Так, чтобы они у меня Обволакивали Мое крыло Изогнутой стороной Выгнутой на рулицу Подготавливаем Их длину И крепим С обеих сторон Если длины недостаточно Можете сильно не расстраиваться Потому что Перо у нас выступает в роли Раздражителя Можно использовать Будет и покрасить Сам мех Искусственный Если вы не найдете Вот такое перо Здесь теперь окончательно Все мы Прихватили Теперь Так как Наша щука Очень зубастая Перо Которым будем осуществлять На обмотку По телу Будем приматывать Нехромом Вот такой проволокой Где-то 0,15 0,2 Толщиной Можно использовать Медный Можно леску Что вы захотите Это на ваше усмотрение Поправили Наши глазки Все что у нас здесь И теперь Я выбрал Еще одну перышко Потому что мы не уложились Не хватило нам Еще одну Вот такое Перо Гризли И креплю его Здесь У хвостика И для того Чтобы Наше тело Имело какую-то форму Я возьму Подшерсток Который у меня остался От песца Красного цвета И выровняю Своё тело Так чтобы закрыть Даже сами глазки Я промотал Тело Даббингом И теперь Нашим пером Выполняем Обмотку Можно плоскостную Так когда перо Ложится само В выступы Нам только лишь Надо его Подправлять Можно Отгибать Бородки Но так как Мне здесь нужна Хорошая Лохматость Я это делать Буду Так Пуховая часть Даже если Подходит у нас В район головы Это даже хорошо Делаем здесь Оборотик И крепим Наше перо Убираем Остатки пера И место Крепления Пера Мы опять Пройдем Даббингом Уже проверенный Вариант Поэтому Я здесь Только лишь Дополнительно Закрепил Вольфрамом И теперь Сделаем Обмоточку По нашему Перу Так чтобы Оно у нас Выдержало Хотя бы 5-6 Поклевок На теле Раздвигаем Бородки И проматываем Нашей Нехромовой Проволочкой Доходим В район Глазок И Я перевожу Нашу Проволоку В район Колечко Чтобы она У нас Никуда Не делась Я ее Подцеплю Обыкновенным Зажимом Прихватим Теперь Нашей Нитью Подкрашу Немножечко Нить Красный Цвет Чтоб Не менять Теперь Отламываю Проволоку Нехромовую Промажу Немножечко Нитку Клеем И делаю Здесь Завершающий Узел Немножечко 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 И наша приманочка готова к работе. Вот она выглядит у нас вот так. В готовом виде довольно-таки уловистая приманка. Имеет объем, вес, ну и в то же время хорошую привлекательность. Всего хорошего. Желаю вам счастливой рыбалки. До скорых встреч.